Индия — страна, в которой огромное население, страна, которую связывают с грязью, низким уровнем жизни и при этом с одной из мировых религий. Страна, которая долгое время была колонией Англии. Так, стоп. Начнём сначала. Всем привет, это канал History Time. История древних стран очень тяжёлая для разбора. Обо всём рассказать нереально, и мы уже постарались разобраться с древним Египтом. Можете вот тут посмотреть. А сегодня мы обратим внимание на историю древней Индии. Устраиваемся поудобней, берём чай, кофе, и настало время. Историй. На территории древней Индии формировались и расцветали разные цивилизации. Затем они приходили в упадок и вот так вот сменяли друг друга. Всё начинается с Харабской цивилизации, потом в Индию приходят племена Индо-Арьев, начинается эпоха Маурьев, затем Кушанская империя, Губцкая, ну и так далее. А вообще древняя Индия считается страной мудрецов, об этом мы поговорим чуть попозже. А пока поговорим о таких более приземлённых вещах. Древняя Индия — это полуостров Индостан, горы Гималайи и две главные реки Инд и Ганг. Как и древние египтяне, жители древней Индии использовали ирригационную систему, об этом можете посмотреть видео о Египте. Занимались земледелием, пшеницей, ячмень, горох, скотоводством. Ну, в общем, стандартный набор древнего государства. Достаточно сильно развита была внутренняя торговля. Если говорить о внешнем, то главный регион, в котором торговала Индия — это Месопотамия. Месопотамия или Междуречье — регион на Ближнем Востоке между реками Тигр и Ефрат. Место существования одной из древнейших цивилизаций. Сейчас в этом регионе располагается северо-восточная Сирия, Иран и Ирак. С приходом индоариев развивается дальше сельское хозяйство, начинают уже работать с рисом. Очень важно именно в Индии рис стал таким очень популярным продуктом. Постепенно развивается и складывается рабство, растет неравенство. Но все-таки, когда мы говорим об Индии, в первую очередь мы должны помнить о культуре. Самую большую роль в духовной жизни Древней Индии играла религия. Собственно, сейчас до сих пор 80% жителей Индии исповедуют индуизм, национальную религию Индии. Индуизм — одна из древнейших национальных религий. В основе бог-творец, как высшее божество, которое проявляется в триаде богов — брахмы, вишну и шивы. Брахма считался создателем и управителем мира. Он делил людей на варны и наказывал грешников. Вишну — охранитель мироздания. Люди поклонялись вишну в основном через аватар. Я думаю, что этот парень, возможно, аватар. Мы с нормом будем управлять телами, которые называются аватары. У нас — аватары. Аватар — нисхождение божества на землю и его воплощение в человеческом облике. Шива олицетворяет разрушение. При этом, кстати, в мифологии выступает как божество плодородия и покровитель скота. Индуизм породил в Индии систему варн, которая считалась священной, требовала выполнения беспрекословно и, как считалось, содержала в себе такой момент предопределения, что твой долг, твои обязанности уже предопределены. То есть мы видим в Индии четыре главных сословия, как мы назвали бы их, четыре главных группы людей. Первая группа — это брахманы, то есть священнослужители. Дальше идут кшатри — воины. Затем вайши — это ремесленники, земледельцы. Ну и шудры — это слуги и разнорабочие. Позднее, уже в Средневековье, варны сохранялись, но они распадаются на много разных частей, таких более конкретных, которые мы знаем как касты, которые ещё жёстче закрепляют вот эту сословную принадлежность человека. Кроме индуизма, в Древней Индии большую популярность получает буддизм, Первая мировая религия. Про буддизм уже рассказывал в ролике о религиях, тоже можете посмотреть. Тем не менее, коротко, как говорится, о главном. Всё начинается с принца, которого звали Сиддхарха Галатама, который после того, как увидел человеческие страдания, сбежал из дворца и искал просветления, как же преодолеть эти страдания, как лишить людей этих страданий. И в 40 лет он достиг просветления, его стали называть Буддой, то есть просветлённым, ну и сам он себя так тоже называл. В основе его учения лежат четыре благородные истины о том, что человек в жизни страдает, и главное — это преодолеть эти страдания. Путём отказа от привязанности. В буддизме жизнь — это цепочка перерождений, и самое главное — это вырваться из этой цепочки и достичь нирваны, абсолютного покоя. Плюс для того, чтобы четыре благородные истины исповедовать, скажем так, есть ещё и восьмиричный путь. То есть то, что помогает избавиться от страданий. Это праведные взгляды, праведное поведение, праведные же усилия, праведная речь, праведный образ мыслей, праведный образ жизни, праведная память и праведное самоуглубление. А причиной всех мирских тягот, согласно буддизму, является то, что человек сам лично слеп. Он не способен отказаться от своих мирских желаний, и преодолеть земные страдания можно, только убрав все вообще реакции на мир, на какие-то случаи, которые происходят с человеком, и с помощью уничтожения, собственно, своего «я». Помимо религии, Древней Индии добились успехов в архитектуре, в скульптуре, в шривописи, в науках. Математикой, например, пользуемся до сих пор многими словами из Древней Индии. Это, например, цифра, синус, корень. В медицине в Древней Индии врачи узнавали свойства трав целебные, влияние климата на здоровье человека, уделяли внимание диете и гигиене, проводили хирургические операции. То есть культура этой древней страны была очень обширная. Теперь остановимся немного на фактах, куда же без них. Рис целенаправленно стали выращивать именно в Древней Индии. Но это, наверное, не сильно интересный факт. В Индии зародился прообраз современных шахмат. Именно там впервые приручили слонов. Математики уже тогда знали точное число пи, научились получать сахар из тростника, умели изготавливать стекло, у них были канализационные стоки. Кажется, это достаточно обыденно. Но тогда вот вам еще факты. В Индии до сих пор существует город Варанаси, который является самым древним из сохранившихся на Земле городов. Как вам? Древний литературный язык Индии, санскрит, что означает «обработанный», «совершенный», является основой для индоевропейских языков. Так что большая часть человечества обязана Древней Индии своими языками. Любите йогу? Одно из древнейших учений о том, как поддерживать гармонию между духом, телом и умом, возникло около трех-двух тысяч лет до нашей эры. Поговорив о Древней Индии, о религии, о фактах, мы можем осознать одну простую вещь. Древняя Индия принесла очень много в разные стороны жизни, в том числе то, чем мы пользуемся до сих пор, или то, во что до сих пор люди верят, или то, чему учатся. Ну а на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте «ммм», жмите колокольчик, и ваша карма очистится. Помните о том, что древность — это не только черепки, которые какие-то археологи непонятные раскопали. Древний мир — это начало всего. Поэтому любите историю, изучайте историю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok